Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! С вами Ильдар, и это шоу «Худшее место», где вы сможете узнать самые отвратительные, а порой даже ужасные вещи всего интернета, и не только. Все вы наверняка знаете такую передачу, как «Званный ужин». Суть программы такова. Пятеро обычных людей, ну или подставных актеров, по очереди приглашают друг друга на ужин, где каждый подает закуску, основное блюдо и десерт. После жратвы, сопровождаемой взаимными пиздюлями и оскорблениями эротических игр по подготовленному хозяинам ужина сценарию, каждый гость ставит хозяину оценки и уезжает домой. В конечном итоге к пятнице выясняется победитель, получающий дешевый холодильник или какую-нибудь другую бесполезную штуку. «Званный ужин» — это тот самый удачный пример того, когда передачу может смотреть как и твоя бабушка, так и поехавший подписчик МДК. А все из-за того, что продюсеры всегда собирают в передаче совершенно разных людей по социальному статусу и финансовому положению. Передача может встретиться как и крупный бизнесмен какой-нибудь компании, так и студент второго курса математического факультета. Итак, в течение пяти дней я буду повествовать вам о пяти самых худших участниках передачи «Званный ужин». Я понял, что мне нужно чуть больше слов, чтобы высказаться по поводу каждого из них. Поехали! Пятое место занимает легенда русского интернета, мем и просто жесткий тролль Николай Должанский. Думаю, Николай в особом представлении не нуждается. В «Званом ужине» он участвовал дважды. Почему Коля попал в мой список худших участников? Все очень просто. В первый раз своих гостей он пытался накормить закуской картофельной кожуры с медом, хлебом с маргарином и гоголем-моголем с водкой. Мне кажется, это даже свинья не стало бы есть, но Коля верил в чудо своей экстремальной кулинарии. На развлечения зачитала рэп про проститутку, чем вызвало резко негативные эмоции почти всех участников той недели. Секретутка в офисе по ночам халтура. Разлегала ноги, но была не дура. В общем, все посчитали Должанского поехавшим фриком, поставили ему самые низкие оценки, и наш персонаж потерпел фиаско. Когда Должанского пригласили во второй раз поучаствовать в передаче «Званый ужин», он был уверен в своей победе на 100%. Хотя там на самом деле все всегда уверены в своей победе на 100%. Но было одно «но». Неделя, в которой участвовал Должанский, целиком состоялась поехавших фриков, которые проиграли в прошлый раз. Конкуренция действительно была ошеломляющей, но Коля справился и занял почетное первое место, где выиграл комплект очень нужной для него косметики. Опа-на! Вот это реальная тема! Это круто! Мужская косметика! Ты теперь будешь таким ухоженным? Таким красивым? Ну переезжай ко мне в Марину Рощичу. Get back! Get back! You'll know you like that! Немного отвлекся от темы. Уже в первый день «Званого ужина» в гостях у Яны Лукьяновой Коля понял, что не стоит сдерживать свои эмоции и темперамент. Во время развлечения Коля поддержал Яну и решил станцевать свой коронный брачный танец, который, кстати, был оценен впоследствии по достоинству. Когда Коля вышел и стал танцевать, я слегка даже заревновала, честно говоря. Мне хотелось, чтобы внимание Коли было только моим. Вы серьезно? Да и вообще в течение всей недели происходил полный трэш, угар и разврат. Советую посмотреть, благо в интернете есть куча перезаливов. В день ужина у Коли он, откровенно говоря, решил накормить людей снова дерьмом. Хотя, посмотрев на этих людей и их поведение, складывается мнение, что они только дерьмо и едят. Дратишка! Я тебе покушать принес! Ну да ладно, вернемся к Колиному меню. Кипяток из грана, жареная селедка с луком и чесноком под уксусом, горячее пиво с медом и сахаром. Мне правда потекли слюни, но не от петита. Да и не слюни это вообще были, это был желудочный сок. И я просто пошел блевать. Шутка. Худший ли участник передачи званый ужин Должанский Николай? Да, несомненно. Но я надеюсь, что все понимают, какой же он все-таки профессиональный тролль. Долгое время люди думали, что Коля просто больной на голову и поэтому так странно себя ведет. А как оказалось, нет. Он просто любит выводить людей из зоны комфорта и наблюдать за ними. Вот, собственно, тому и подтверждение. Ведет себя всегда практически, наверное, как клоун. Ребята, я вам даю те эмоции, в которых вы нуждаетесь. Хотя из соображения приличия вы делаете вид, что вам это не нравится. На самом деле вам это нравится. Вы уделяете мне постоянно очень много внимания. Не потому, что я вас вывожу на эти эмоции, а потому, что вы охотно сами на них ведетесь. О себе позаботься немножко. Не надо нас выводить на эмоции. Светочка, ты не представляешь, до какой степени мне прикольно бывает, когда ты ведешься на мои эмоции. Я ведусь? Я в тебе такого клоуна вижу в этот момент, какого ты никогда во мне не увидишь. Ты вот тут вот реальный клоун бываешь. В общем, за ужасное меню и тонкий троллинг от Николая Должанского он занимает почетное пятое место. А завтра в это же время вы узнаете, кто же занял четвертое место худшего участника передачи «Званый ужин». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ильдар. Пока! Я ставлю такую оценку, потому что Коля дебил.